Привет, мои дорогие! Рада вас всех видеть на своём канале. С вами врач-акушер-гинеколог Ольга Придухина. Это видео я хочу посвятить теме, что действительно многие из нас, женщин, не знают ничего про интимную гигиену. Как бы у вас эта тема не вызывала много эмоций, что да как же так, мы же женщины, мы же всё знаем. Действительно, у своих пациенток я вижу проблемы, связанные с неправильной интимной гигиеной в том числе. Поэтому я и хочу посвятить видео на эту тему, что всё-таки, дорогие женщины, я крайне рекомендую прислушаться и выполнять, соответственно, рекомендации. И пациентки, которые всё-таки слушаются и выполняют рекомендации, у них пропадают жалобы, с которыми они боролись практически годами, да, кто-то даже там не один далеко год. Поэтому, если вы смотрите это видео, то, конечно, лучше всего соблюдать все рекомендации, о которых я сегодня буду говорить. Но, может быть, вы их и соблюдаете, и у вас таких проблем нет. Первая женская ошибка, что женщины пытаются избавиться от выделений. Дорогие женщины, выделения в норме могут быть, и это нормально, это наша микрофлора. Они должны быть без цвета, без запаха, увеличиваться в средину цикла, но они должны быть. Не надо их стараться вымыть полностью, не нужно. Но, то есть, почему-то вы решили, что выделение надо прямо там спринцевать, вымывать, то есть, как-то от них избавляться, прошу прощения. Вы категорически неправы, когда так думаете, потому что они могут быть в норме. Использовать какие-то глубокие подмывания, спринцевания. Я даже узнала недавно, что зубной щеткой там пытаются что-то вымыть. Ни в коем случае нельзя. Вы нарушаете микрофлору, которая защищает ваши женские репродуктивные органы, которые в том числе влияют на беременность и так далее. Да, и вообще в целом на ваше состояние защищает вас от различных воспалительных заболеваний. Это крайне важно, дорогие мои. Все, мы уже вышли из эпохи спринцеваний давным-давно. Не надо пытаться как-то туда руку поглубже засунуть, чтобы оттуда все вымыть. Не нужно. Вы вредите только себе, так как ничего плохого в этом нет. Выделения в норме должны быть. А если уж они какие-то там не вам не нравятся по цвету или запаху или по консистенции, то сдавайте анализ и, соответственно, выясняйте, почему они такие и что, соответственно, с этим нужно делать, лечиться и, соответственно, от них избавляться, да, чтобы они были нормальными. Следующий момент. Это всеми любимые прокладки и влажные салфетки. Многократно про это говорила, что, да, прокладки могут быть ежедневные, но не каждый день. То есть так прошла менструация, да, боитесь, что испачкаете трусики, вставили прокладку. До менструации ждете ее, думаете, вот сегодня-завтра она станет, вставили прокладку. Но каждый день ими пользоваться не нужно, когда тем более жара, когда вы их меняете очень редко. Если уж вы ими пользуетесь, то меняйте жару каждые 2, ну максимум 2,5-3 часа, то и чаще. Потому что это все создает парниковый эффект, там жара, там и так в промежности жарко. А, соответственно, прокладка, если вы посмотрите, вот эта задняя сторона, там такой пакетик, да, который целлофан. Еще больше все ваши выделения, вот эти вот коптит, чтобы они размножались. И это, конечно, заметно сказывается на вашей микрофлоре. Влажные салфетки, различные проблемы. Даже если это написано, что для интимной гигиены, покупайте, они очень хорошие. Это все маркетинговый ход. Нет таких салфеток, которые очень хорошо будут для интимной гигиены. Чем больше вы ими подмываетесь, подтираетесь, тем больше вы наносите вред своей слизистой, да, и своей микрофлоре. Поэтому, да, бывают ситуации, пошли в лес, поехали на дачу, где нет туалета. Может быть, эта салфетка будет, но не так, что они вас окружают повсюду. Далее, следующий момент, это подмывание. Сейчас действительно проблема в том, что большой выбор различных средств для интимной гигиены. К вам, да, в ванной целая куча такой фирмы, сякой, дешевая, дорогое, подружка, мама. Все вам там рекомендуют, вы это все скупаете. В результате, что получается? Разная PH совершенно. Вы не знаете, какая PH в вашем влагалище. Или сделайте обязательно тест. Вы не знаете, какая PH в конкретном мыле. И обычно это все сушит вашу микрофлору. А если вы еще подмываетесь не один, а два или три раза в день с этим мылом, то, конечно, это и красители, это и ароматизаторы, которые влияют, сушат вашу микрофлору и вызывают потом различные воспаления, раздражения, покраснения, зуд, который еще добавляется патогенной микрофлорой из вашего влагалища. Уж в крайнем случае мы всегда подмываемся, всегда проточной водой, теплой, спереди-назад. Это очень важно. И в крайних случаях, когда нам нужно какое-то там средство, это лучше всего детское мыло подходит. Не надо использовать хозяйственное мыло, так как оно тоже очень будет сушить вашу микрофлору. То есть обычное детское мыло. А так мы подмываемся именно проточной водой из-под крана, теплой, комфортной, спереди-назад. Эти главные правила, поверьте, они, во-первых, сохранят ваши финансы, а во-вторых, они, конечно, сохранят вашу микрофлору, которую нужно беречь. И не будет у вас никаких бактериальных вагинозов, никаких кандидозов, воспалений, зудов, что вы будете ходить опять сдавать мазки, покупать различные препараты, вставлять и так далее. То есть этот замкнутый круг наконец-то разорвется. А все это зависит, вот кажется, из-за таких мелочей, что зачем, Ольга Викторовна, да, мы и так все сами знаем. А потом оказывается, что и мыло-то у нас для интимной гигиены, и прокладки-то мы используем, и трусы-то у нас неправильные, и так далее. И потом мы все это лечим, 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 тратим огромное количество денег, и на нас нет никакого результата. Поэтому вот все, что я хотела вам сегодня про это сказать, я сказала. Что вы про это думаете? Напишите, пожалуйста, ваше мнение, действительно интересно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал, и мы с вами обязательно встретимся. Всем пока, до новых встреч!